Сегодня мы будем делать с вами очень комфортный, очень красивый макияж из Пинтерест. Боже, меня уже задолбало на Пинтерест. Макияж из ТикТока, из Пинтерест, нельзя грамма из Ютуба. Сегодня буду делать что-то похожее, какой-то такой анимешный макияж. У меня сегодня, правда, фотосессия, и мне нужен совершенно другой макияж. Но я думаю, что я немножко его потом подправлю и сделаю то, что мне нужно. Сегодня у нас не только макияж, сегодня у нас еще комфортнее видео, сегодня мы будем с вами сплетничать. Я буду отвечать на вопросы, пока я буду краситься и рассказывать вам свои сплетни, которые я насобирала за все время, пока отсутствовали макияжа на Ютубе. Я специально для этого видеоролика заказала себе зеленые линзы, вот такие. Но я не знаю, когда мне их наносить, потому что бывает такое, что мне некомфортно в цветных линзах. Я боюсь сейчас опозориться надеть эти линзы и потом их снять через 2 минуты. Поэтому предлагаю не сразу надевать эти линзы, а чуть попозже. Когда я хотя бы сделаю тон, мы приступим хотя бы к глазам. Чтобы разбавить мой нудный макияж, я решила попросить вас в моем телеграм-канале задавать мне вопросы, чтобы мы с вами сегодня поговорили, чтобы вам было веселее. В общем, да, это можно назвать даже Get Ready With Me. Собирайся со мной на фотосессию. Это моя первая фотосессия профессиональная, потому что меня будет фотографировать не просто моя подруга, а фотограф. На самом деле для меня это полнейший дискомфорт, потому что я не привыкла, что меня вообще фотографирует кто-то другой, кроме меня. Я всегда недовольна тем, как я выгляжу на фотографии. Поэтому я немножечко на нервике. Перейдем к веселому, к тому, что все продукты, которые я буду использовать в этом видео, я оставлю у себя в телеграм-канале. Потому что я хочу вести свой телеграм-канал. Мне нужна причина почаще там появляться. И, по-моему, это прекрасная причина показательных продуктов, которые я использую. Вдруг мне понравится вести бьюти-блог. Ты где-то работаешь или учишься? Просто откуда денежки на Али? Мне нравится то, что единственное, что вас интересует, это откуда у меня денежки на Балберис и на Али? На данный момент моим единственным заработком является блог. А так я еще продаю бутылки, собираю их под домами. Выходит очень такая солидная сумма. Вышла недавно вот в заработок 10 рублей в месяц. Это мой рекорд. В общем, да, пока что мой единственный заработок это блог. Я сейчас нигде не учусь. Я не уверена в том, что хотела бы. И, наверное, я бы точно не хотела поступать на такие профессии, на которые я уже поступала. И в такие колледжи я бы тоже не хотела поступать. Потому что мне не понравилось. А в более престижные заведения меня не пустят. Потому что у меня очень плохие результаты ОГЭшки. У меня даже ЕГЭ не задала. Поэтому обучение мне не светит. Только если за деньги. Но все еще впереди. Поэтому вдруг я захочу чему-то обучиться. И просто куплю себе какие-нибудь курсы. И стану профессионалом. Делаем тон. Ой, я сейчас просто даже не поняла, какой я тон взяла. Я не подумала о том, какой брать. Я взяла наугад. Прикольно. Начать учиться никогда не поздно. Не переживайте на этот счет. Если вы сейчас не знаете, куда поступать. И вообще не знаете, хотите учиться или нет. Можно всегда пойти поработать немножко. Подумать. Всегда есть вот это вот время. Не обязательно спешить после сразу школы. Бежать записываться в университет. В какой попало. Нужно, мне кажется, подумать хорошенько. Че надо. Че хочется. Чем вот поступить. А потом уже думать. Надо оно тебе или нет. Я равняюсь на мою маму в этом плане. Несмотря на то, что ей уже не 20 лет. Она все равно обучается. Вот стала йога-тичером. Представляете себе? И это очень хороший показатель того, что не нужно никуда спешить. Все идет своим чередом. Как мне научиться краситься? Мне кажется, это как и с любым делом работает. Просто нужно практиковаться. Просто нужно постоянно этим заниматься. Пробовать какие-то новые техники. Методом проб и ошибок получится когда-нибудь то, что тебе действительно понравится. То, что действительно подойдет твоему лицу. Я не скажу, что я какой-то профи макияжа. Нет, свои курсы бы я не продала. Но мне было бы стыдно продавать свои курсы. Потому что я бы ничему не смогла научить. Для себя я нашла удобные техники. Я знаю, какой у меня комфортный макияж. Я знаю, как мне нужно сделать стрелку, чтобы она подошла под мое веко. Это все благодаря опыту. И благодаря всем тем стрелкам неудачным, которые я рисовала на своем лице. Ну, можно смотреть какие-то обучающие видео. У меня насмотренность сама себя нашла. Потому что непроизвольно мне попадается контент про макияж. В том же тиктоке каком-нибудь. И я это, конечно же, усваиваю. И где-то там взяла информацию. Где-то тут. И вот оно постепенно как-то копится-копится. Ну, или вы можете записаться на мой курс. LizaMakeup.ru Моя подруга спрашивает, за сколько я продам фото ног. Ну, VIP-персону я продаю бесплатно. Даже разрешу потрогать. Если бы ты могла жить где угодно, где бы ты жила. Я пожила в Нью-Йорке. У меня сейчас происходит самый мой главный кризис. Я не знаю, где я хочу жить. Я очень долго уже думаю на этот счет. Я много уже вариантов у себя перебрала в голове. И Нью-Йорк просто из-за того, что он слишком дорогой город. Из-за того, что плюс я не знаю языка. Я не потяну это все. Я с ума сойду. Но мне было бы очень интересно попробовать. Но опять же, одна я бы не стала туда переезжать. Если бы у меня был какой-то человек в кармане. Который со мной был бы готов полететь в Нью-Йорк. И жить там, снимать жилье. Наверное, я бы рискнула. Так у меня нет сообщника, который готов полететь со мной в Нью-Йорк. И который будет меня обеспечивать в Нью-Йорке. Очень хотелось бы, чтобы меня обеспечивали в Нью-Йорке. Так, вроде бы я нанесла более-менее тон. Я что-то так сильно отвыкла от того, что я крашусь в кадре и еще при этом разговариваю. Это так непривычно. Наносим консилер. Замазываю все свои прыщи. И все свои шрамы от прыщей. По поводу, кстати, моих шрамов на лице. Пока что они очень медленно проходят. И не знаю, пройдут ли они. Ну, короче, светлее они стали. Спасибо и на это. А вообще, мне кажется, чтобы все-таки понять, где ты хочешь жить, тебе нужно хотя бы попробовать где-то пожить. Потому что у меня опыт имеется только в одном городе. Какая твоя цель на данный момент? У самурая нет цели. У него есть только путь. Итак, мы переходим к бровям. Мне очень сейчас нравится то, что я не делаю 101 действия, чтобы уложить брови. Сейчас мне хватает всего одной манипуляции. Это зафиксировать в нужную мне форму мои бровки. И в этом мне помогает гель Пусси. У него очень удобная тонкая щеточка, которая разъединяет красиво волоски. И даже может сделать тот самый эффект ламинирования. За который раньше я боролась просто всеми силами, чтобы получить хоть что-то схожее. А этот же гель настолько хорошо фиксирует, что он даже справляется со своими жесткими волосками. Которые на самом деле супер тяжело укладываются. И не на каких-то пару часов, а на целый день. Сейчас же я не зачесываю брови наверх. Я наоборот их формирую в тонкую линию. Я наконец-то нашла идеальную форму бровей для себя. Что очень важно, гель не оставляет налета на бровях и не осыпается потом вам навека. Такой неприятный опыт у меня был. Бровки выглядят супер сияющими, такими чистенькими, аккуратненькими. Так что я однозначно рекомендую гель Пусси. И 10 свегов из 10 ставлю. Я оставлю, конечно же, ссылочку на него в описании. Итак, любовные моменты. Влюблена ли я в кого-то и состою ли я в отношениях? Если только в себя, я состою в отношениях с абьюзивной версией себя. Нет, я не влюблена, мне не в кого влюбляться, если честно. Я даже уже не помню, что такое влюбляться. Кажется, что это что-то несуществующее наравне с феями, там, русалками. Что-то такое мифическое. Поэтому нет, в отношениях я, соответственно, тоже не состою. Но было бы забавно, если бы я состояла в отношениях и при этом не была бы влюблена. Я супер лонли. Наверное, так будет очень еще долго. Мне кажется, вряд ли я когда-нибудь буду состоять в отношениях. И максимум, с кем я могу состоять в отношениях, это с персонажами из аниме. А теперь мы делаем контуринг лица. Я теперь контуринг использую в своих ежедневных макияжах. И раньше я не использовала контуринг. А слова совсем не было в моем мейкапе. Я никогда не понимала суть контуринга. Мне казалось, что он делает грязным лицом. Но сейчас я поняла все его ласки. Я поняла, для чего его используют. Просто раньше у меня были немножко другие взгляды на макияж. Я думала, что лицо должно быть чисто таким фарфоровым. Без всяких вот этих скул. Оно должно быть супер вылизанным, супер baby face. Что мотивирует тебя снимать видосики? Были ли мысли забросить канал? Есть ли какие-то... Так, давайте отвечать по очередности. Меня мотивирует снимать видеоролики, конечно же, люди. Я смотрю много зарубежного контента. Я очень люблю смотреть зарубежный контент. Они меня очень вдохновляют именно своим визуалом. А я очень падкая на визуал. И меня визуал, он меня провоцирует на какие-то дополнительные идеи. То есть я, например, вижу красивую картинку. И у меня приходят там какие-то идеи для роликов. Я вдохновляюсь на Пинтересте очень часто. Просто какими-то картинками. Мне нужно посидеть в Пинтересте. И идеи для роликов как-то самостоятельно приходят. Мне для вдохновения нужен только YouTube и Пинтерест. Ну и, конечно же, люди, которые делают контент. Первый мой вдохновитель на YouTube. Это та девочка, которая снимала про кукольные домики. Где она делала суперлюксовые квартиры. Это мое первое вообще знакомство с YouTube. Благодаря ей я вообще узнала о YouTube. Были ли мысли забросить канал? Нет. Я думаю, что я никогда не перестану снимать видео. А если перестану, то это буду не я. Меня заменили. Я искусственный интеллект. Я не существующий человек. Меня кто-нибудь видел? Вы меня видели вообще в жизни? Ладно, было такое, что видели. Мне кажется, что я вообще в любой ситуации буду снимать видео на YouTube. Да, возможно, просто в какой-то период их будет меньше. А когда мне будет лет 90, когда мне будет тяжело встать с кровати. Возможно, да. Я очень хочу просто дожить до того момента, когда я стану, знаете, такой прям бабкой. Очень старой. И я буду делать макияж на видео. И еще курить трубку. Курящая бабка это самая элитная бабушка. Мне кажется, что да, конечно, мне будет тяжеловато монтировать уже контент. Либо я буду кому-то отправлять этот материал. Либо я буду просто без склеек. Вообще все выкладывать на YouTube. Просто девочки наносим равномерными движениями. Two steps ahead. I'm always two steps ahead. Нам нужно это обсудить. Что с Никакадо Авокадо? Почему он такой шикарный? Есть какие-то хобби, которые ты хотела бы попробовать? У меня все хобби, которые я хотела бы попробовать, я их уже попробовала, можно так сказать. Но не все, ладно, я бы очень хотела попробовать, наверное, профессионально пошить вещи. Но мне лень. С кем из блогеров у тебя хорошие дружеские отношения? Ну, с Валей. С Валей Гаврилиной и с Юлей Карнавал. Вот они мои лучшие подруги, кстати говоря. У нас вообще с ними регулярные тусовки происходят. Я добавила чуть-чуть румяшек, но мы потом еще добавим сухих румяшек, добавила жидких. И теперь мы это все фиксируем пудрой. У меня ни с кем не нет хороших отношений. Я дружу только с фриками. Планируешь ли ты переезжать от родителей в плане жить отдельно? Меня до какого-то момента это очень сильно устраивало. Несмотря на то, что да, мне 22 года, вы меня можете осуждать и оскорблять за то, что я жила с мамой. Я сама себя осуждаю за это иногда, поэтому можете меня оскорбить. До какого-то периода мне было очень комфортно жить с мамочкой, потому что мы редко виделись. И поэтому мне это устраивало. И плюс у нас очень комфортные отношения с мамой. Такие дружелюбные. Мы друг друга не трогаем. Нам нужно много личного пространства вдвоем. И иногда мы друг друга мотивируем. То есть у нас такие максимально молодежные дружеские отношения. Прямо такие очень френдлики. Но в какой-то момент я поняла, что продолжаться так больше не может. Нужно что-то решать. Мне уже что-то как-то надоело. Хочется уже одной пожить полноценно. Уже порешать взрослые проблемки. Ну, хочется. Сейчас будут очень взрослые разговоры. Я задумалась о переезде. Я думала, что все, я сейчас буду копить на ипотеку. Я возьму себе квартирку. И буду жить в своей квартирке. Потому что для меня очень важна вот моя комфортная зона, где я буду находиться. Где я буду что-то делать, заниматься своими делами. Где у меня будет самое главное красивый интерьер. Потому что мне очень важно, чтобы у меня была не какая-то бабкина квартира, обросшая плесенью. И мне очень было важно, что я могла бы, например, в этой квартире что-то сама чудить, что-то делать, какие-то ремонты. Для меня это было очень важно. Вот и поэтому я задумалась о покупке своей квартиры. Но так как это слишком дорого, а я не миллионерша и не ютубер-миллионник, возник, конечно, такой небольшой вопрос. Как мне накопить на эту ипотеку? Это почти невозможно мне копить 10 лет. Потому что первоначальный взнос, извините меня, это слишком много. Я очень долго противилась тому, чтобы снимать квартиру, потому что я так не хочу жить в чужой квартире. Но все-таки я сейчас для себя нашла такое понятное достаточно решение, что жизнь, она очень скоротечная. И поэтому пока я буду копить на ипотеку, пока я буду думать о том, как бы мне переехать в свою квартиру, жизнь уже пройдет мимо меня. Поэтому я решила для себя, что все-таки пока что для меня идеальный вариант это не ипотека, а съемные квартиры. Да, конечно, нужно думать о будущем, но тяжело сейчас о будущем думать, поэтому лучше думать просто о настоящем. Вот, но возникла другая проблема. Я не понимаю, где я хочу жить. Хочу ли я жить в Москве или в Питере или в своем городе, просто снимать квартиру? Вот такой вот у меня вопросик. Такие вот очень простые мысли меня посещают. И я все мечусь и мечусь, я уже полгода, я не могу принять решение. Поэтому сейчас я приняла решение просто действовать по наитии, так сказать. Ожидайте в ближайшее время видеоролик, как я переехала в Турцию. Поэтому сейчас я, так сказать, на этапе принятия решения. Но в любом случае, вы узнаете об этом первые. До этого лета, до этой весны я думала брать ипотеку. Пошла ипотека туда. Туда эту ипотеку. Я готова надеть линзы. Зелененькие линзы. Так, я их еще ни разу не примеряла, кстати говоря. Вау. Блин, все, я анимешница. Я реально сейчас свои аниме Эри опять повторно. Из-за того, что я очень много сейчас сижу на стуле за компьютером, я очень боюсь даже не то, что я просто стану, как и не какая-то авокадо. Я боюсь больше геморроя. Мне попался видео в TikTok, как девушка рассказала о том, что из-за того, что она очень много сидела, у меня появился геморрой, и я боюсь геморроя. Проблема за 20. О боже, как мне хорошо с такими глазами. Мой самый любимый цвет глаз это карий или зеленый на людях. Я обожаю карие глаза, и я бы хотела, чтобы все люди были с кариями глазами. Не, я люблю все глаза, но просто именно это мой феврорит. Так, мы, получается, сейчас сделаем стрелочки черные. В общем, да, мой самый главный страх это геморрой. А еще, когда я училась в колледже, и когда мне приходилось очень долго сидеть за партой, у меня очень болели колени. И сейчас из-за того, что я сижу за компьютером очень много, у меня тоже начали болеть колени. По-моему, эта стрелка идеально подходит сюда. Блин, а мне так еще на улицу идти, капец. Для меня это раньше не было проблемой, сейчас я стесняюсь. Есть ли какие-то цели на данный момент, какие представления о будущем? Сейчас я в путанице, опять же, как я и скажу. Я сейчас очень сильно переживаю насчет будущего. Пока я самурай, пока я иду к своей цели, я должна быть счастливой. Вот мой план на будущее, просто идти к чему-то. А ведь реально самый кайф ты испытываешь именно тогда, когда ты идешь к своей цели, а не когда ты ее достигаешь. Когда ты ее достигаешь, такое, о, вау, прикольно. А что дальше? Наоборот, какая-то пустота происходит. То есть ты такой, да, я достиг этой цели, что дальше? Дайте мне новую цель. Как побороть страх общественного мнения? Если бы я только знала. У меня даже страх больше не общественного мнения, у меня страх того, что подтвердится мое мнение о самой себе. То есть у меня есть какие-то негативные мнения о себе. Я боюсь то, что это кто-то другой озвучит, то, что это кто-то другой тоже знает, что кто-то другой это тоже видит. И мне очень за это стыдно. Если это озвучат, то негативным каким-то суждением обо мне, вот они все это подтвердят. И тем самым я пойму, что я реально отстой. Когда-нибудь обращалась к услугам психолога, если да, то был ли какой-то эффект, если нет, может думала об этом. Первое мое обращение к психологу было неосознанно. И осознанно меня отправили к школьному психологу, мою маму. Потому что я была немножко странненьким ребеночком. В общем, я была недовольна, когда меня отправили к психологу. Я думала, что все, я псих, я ненормальный человек, мне нужно лечить. Если меня отправили к психологу, то все, я психолог. А в осознанном возрасте я ходила к психологу. Это была одна сессия, но у меня просто потом не было денег на повторную сессию. В сервисе ясно. Мне очень понравился психолог, очень была хорошая женщина. Мне хотелось повторить, я даже из первой сессии извлекла для себя какие-то микро-инсайты Я недавно задумывалась, ну как задумывалась, я начала искать себе психолога, я нашла себе этого психолога Что вы думаете, у этого психолога не было мест свободных И я просто забила, то есть я реально нашла, приготовилась, я уже такая, все, я буду, я хочу И тут просто нет свободных мест, а это единственный психолог, который мне понравился по всем его характеристикам И я такая, все, я буду ждать, я не дождалась В итоге сейчас я пока что не знаю, я в раздумьях Пока что мне немножко другие проблемки беспокоят, мне сейчас пока что не до психологов Ну конечно, хотелось бы когда-нибудь к этому очень сильно прийти, вот, но пока что мы делаем мешочки под глазами Я вообще думаю, что психотерапия это отличная тема И если есть такая возможность, то, конечно, нужно заниматься с психологом, это прекрасно Вопросы по типу знака зодиака, типа личности, в целом веришь, Таро, астрология и прочее Я не знаю, какой я знак зодиака, честно, я 21 мая родилась И у меня, по-моему, какой-то переходный из-за тельца в близнецы Это прям переходный день И в каком-то гороскопе пишут, что я близнец, в каком-то пишут, что я телец Поэтому я не знаю, кто я Я очень долго себя причисляла к близнецам, потому что у меня друзья были близнецы И я больше с ними видела схожесть какую-то нежели с тельцами И мне было очень комфортно всегда с близнецами И вообще, на самом деле, я не особо сильно верю в знаки зодиака В какой-то момент я очень сильно все это верю И был у меня очень такой сложный период в жизни Когда я начала углубляться как раз в эту всю астрологию, не астрологию Вот в эти все карты Таро Это было, конечно, мне в помощь Но сейчас, конечно, я очень к этому скептически отношусь Но я не осуждаю тех людей, которые в это верят Потому что в какой-то момент мне это помогло И я уверена, что другим людям это тоже помогает Потому что это внушает какую-то уверенность Особенно, когда тебе делают приятные расклады И говорят о том, что ты будешь миллионер У тебя будут бабки, дач, отношения И все самое лучшее будет у тебя в руках Конечно, хочется в это верить Лучше думать, что у тебя все будет круто и офигенно Чем тонуть какой-то депрессией Не осуждаю ни в коем случае Но тоже нужно быть каким-то реалистом Не думать о том, что все тебе с неба упадет Я подвела нижнюю слизистую белым карандашом И сейчас мне нужно сделать что-то еще Ой, а тут такие реснички нарисованные Что, мне тоже рисовать тогда? Я такие микро прям реснички сделаю Я отношусь скептически ко всему вот этому миру Астрологии, бла-бла-бла Но иногда сама по приколу смотрю всякие раскладики Было ли у тебя выгорание от блогерской деятельности? Если да, то как ты с этим справлялась Что помогло, с какими блогерами ты хотела бакалаб? Первый человек, с которым я хотела бакалаб Это не кокадо-авокадо Также я, наверное, хотела бакалаб Владом А4 Ну, то есть мне было бы, наверное, как-то неловко Я очень такой стеснительный человек Я, конечно, хотела, чтобы не было у меня никакой такой стеснительности И чтобы я была легкая на подъем Но я вот такой чел Мне вот тяжело открываться перед другими людьми Я, наверное, еще тенями увеличу немножко губу Ладно, я хочу накрасить ресницы сейчас И нужно потом будет еще приклеить ресницы Чего я очень не хочу делать Мне нужно это сделать Просто нужно Как твои успехи в изучении английского языка? Ну, очень туго Потому что я изучаю это все самостоятельно и очень редко Дисциплины вообще никакой Только когда хорошее настроение Я изучаю английский язык Но такими методами, конечно, ты не достигнешь Никаких особо сильных результатов То есть уровень разговора у меня, конечно, на нуле, можно так сказать Я могу только спросить Hi, how are you? И goodbye Have a good evening Все могу сказать А, могу заказать кофе I'd like a cup of coffee Вот так Я рада хотя бы тому, что я чуть-чуть узнаю откуда-то какие-то слова То есть у меня все равно, несмотря на то, что я плохо знаю английский У меня все равно повысился вот этот вот словарный запас Благодаря соцсетям Благодаря урокам, которые я смотрю То есть что-то запоминается Пока мне нравится просто изучать периодически самостоятельно Если, конечно, захочется более такого продвинутого уровня Конечно, это нужно уже записываться на какие-то либо курсы Либо репетитора себе нанимать Вот Но пока что у меня это просто не на первом месте Переезжать я все равно в другую страну пока не планирую Конечно, хотелось бы Одна я точно этого делать не буду Когда будет видео, где ты делаешь косплэ на Пинтерс А на самом деле это моя площадка То есть я создатель Пинтерс Вы думаете, что это шутки? На самом деле я миллионерша Вы думаете, почему я так активно продвигаю Пинтерс? Все блогеры, которые тоже снимают что-то про Пинтерс Я просто покупаю у них рекламу И все Пинтерс это моя площадка Самое кринжовое свидание Я когда увидела этот вопрос, я думала У меня вообще не было так таковых свиданий Ну как бы были, но они были супер скучные Они были типа посидеть на лавочке Поговорить, типа такого Ну это ничего интересного Супер комфортная встреча Но потом я вспомнила Я не помню, рассказывала ли я эту историю или нет Я пришла в гости к человеку Тогда я еще соглашалась встречаться за шоколадку Я пришла Я понимаю, что у меня что-то льется из штанов И льется что-то из штанов Что-то такое мясное, понимаете? Я не знаю, что тогда со мной случилось Почему мой организм решил кровоточить настолько сильно У меня такого никогда не было И это был единственный и последний раз Из меня начала вытекать кровь Так, как будто я фонтан У меня все штаны были в кровище И в итоге этот бойщик Он просто поделился со мной прокладками И дал свои штаны Прикол в том, что это была, по-моему, реально первая встреча То есть я первый раз пришла к нему в гости Вот такой вот перекол случился Если начинать общение, то только так Сразу показывать, на что ты способен Ну вот такое вот милое, хорошее, кринжовое свидание Твои редфлаги в дружбе и в отношениях Мой самый главный редфлаг Это когда тебя ревнуют друзья И запрещают тебе общаться с другими На отношениях, наверное, тоже это распространяется Ну не прикольно Вот эти вот все ревностные штучки Меня это не прикалывает Ну, наверное, игнор Если меня игнорят, я бы, наверное, не хотела Общаться с таким человеком Если бы меня долго игнорировали Когда долго отвечают Нет, я не готова терпеть такое в дружбе Даже если у человека, окей, депрессивный какой-то эпизод Но мне будет лень, правда Но я просто перейму это настроение И я тоже впаду в депрессию Я тоже могу быть таким человеком, который долго отвечает Близким своим друзьям я всегда отвечаю супербыстро У меня такого не бывает, чтобы я отвечала неделю своим близким друзьям Даже на расстоянии друзья я не отвечаю через неделю Именно друзьям друзьям, которых я люблю У которых у нас не просто такие приятные отношения А с которыми у нас прям близкие отношения С которыми мы обсуждаем всякие личные темы Короче, я не потерплю игнор Ну и, конечно же, какие-то обзывательства, соперничества У меня такое было когда-то Возможно, это, конечно, было что-то подростковое Вот, возможно, во взрослых отношениях такого Хотя я уверена, что есть Да, есть такое, конечно же, сто процентов Мне кажется, нужно еще немножко коричневым Затемнить веко вверх Есть какие-то советы из твоего личного опыта Как принять себя Достаточно сложный вопрос Но, может, ты сможешь выделить то, что не нужно делать сто процентов Через что проходила именно ты Было бы интересно послушать Либо, мне кажется, нужно как-то прорабатывать с психологом Если ты уже... Ну, просто у меня до сих пор как бы есть такие траблы А иногда бывает настроение, когда я себя очень люблю В первую очередь, наверное, не стоит сравнивать себя с другими Потому что очень много красивых людей Ой, блин, как хорошо я выгляжусь сейчас Еще такая милая, добрая Самое стрёмное, это когда ты начинаешь сравнивать себя с другими Ты заходишь в интернет Просматриваешь, что это все красивые тела Идеальные талии И ты сразу такой Блин, капец, я так плохо выгляжу Я просто себе объясняю то, что единственное, что я могу сделать Это стать лучшей версией себя Я не могу изменить свое тело Я не могу сделать себе эту осиную талию Я в этом обессилена Я родилась уже с таким телом И единственное, что я могу реально сделать Это стать только лучшей версией себя Да, возможно, благодаря каким-то операциям Я могу там себе увеличить губы Поменять прикус Я могу сделать себе ненавидшее веко Убрать этот эпикантус Сделать себе более обычный взгляд Все это очень, конечно, тяжело Из-за навязанных каких-то стандартов Большинство людей очень красивых Они тоже комплексуют Они тоже не принимают себя И даже если посмотреть на этих прекрасных людей И тоже задуматься о том А как они себя не принимают А возможно, кто-то на вас так смотрит И тоже не понимает А почему он себя не принимает А если все-таки говорить про принятие себя Как и не только внешних каких-то факторов А еще и внутренних Потому что я тоже иногда бывает Не принимаю себя внутренне Мне кажется, что я какой-то кринж Я макияж-то не сделала Мне нужно губы увеличить в себе А были ли отношения с парнями? Был такой опыт Мне не понравилось Ну, был такой, конечно, опыт Но ничего серьезного Поэтому я не знаю, что такое отношения Мне 22 года И у меня никогда не было отношений Только с Эдвардом В моей фантазии На самом деле, Эдвард меня реально покорил Он был моим крашем В детстве, когда я его видела в 2009 году Итак, последний штрих По сути, я уже все сделала А, мне же нужно ресницы еще наклеить Точно Какое твое любимое хобби на данный момент? На данный момент Мое любимое хобби Это вязание Мне оно не надоело Мне очень нравится вязать А самое главное Мне нравится то, что у меня получается Очень водошлюна в целом Созданием вещей То есть для меня Это просто что-то нереальное Потому что я обожаю шмотки Я обожаю шмотки еще с самого детства То есть я была шопоголиком Еще с рождения Как можно было играть в одевалки в компьютере И не стать шопоголиком? Я тот самый чел, который играл в одевалки Я просто любила заходить на какие-то сайты Потому что у меня тогда не было особо одежды И я одевала девочек А создавать шмот Это что-то нереальное Когда ты создаешь именно что-то такое индивидуальное Конечно же, очень приятно на душе становится И поэтому сейчас это мое самое любимое хобби У меня есть вот такие ресницы Анимешные Жесть, друзья! Я и подумать не могла о том, что они такие здоровские Какое у тебя MBT? Я не помню По-моему, посредник Я посредник Я супер нейтральный человечешка Абсолютно Вы только гляньте Если бы деньги не играли роли Где бы ты работала? Я бы работала там, где я работаю Если у меня будет ноль просмотров на видео Я все равно буду снимать, мне кажется, видео Это стало частью моей жизни Не, так если подумать С кем бы я еще могла работать? С кем бы я еще могла работать? На заводе Там слишком хорошо, на самом деле Я бы очень хотела там работать Но там слишком много получают других денег Поэтому я не смогла там работать У меня синдром бедного человека Поэтому я ушла с завода Мне нравится твой стиль в одежде Поскажи, как ты нащупала его? Нащупала У меня, мне кажется, нет вообще стиля в одежде Я просто покупаю одежду, которая мне нравится Ну, реально, у меня сегодня день анимешной школьницы Завтра офисная сирена Потом просто оверсайз бомжихов Я сейчас, наоборот, как раз хочу нащупать тот самый стиль В котором я буду наиболее постоянно появляться Вот такой вот макияж вышел Немного ресницы отклеиваются Как обычно, это просто классика для меня Получился супер-долз мейкап Я пикмин герл